Господа, моё почтение. Это Киев днём и ночью. У меня, как всегда, есть для вас приинтереснейшее предложение глянуть вместе столичных историй продолжения. Здравствуйте. Саня раскрыл и даже заснял на видео обман Карины, которая до последнего уверяла всех в своей беременности и таким образом хотела захомутать Богдана. Потому что я никогда не была беременна. Ребята, давайте похлопаем актрисе, у которой ещё нет Оскара. От Карины отвернулись все. Я вообще жалею, что я тебя встретила. Можешь мой номер удалить. И ей ничего не оставалось, как принять предложение от старой знакомой и в этот же день уехать в Китай. Да, я улетаю в Китай петь. Санёк наконец-то заполучил первого клиента в его новом бизнесе с экстрасенсорным уклоном. Всё, мой первый клиент. Клиентом оказалась Альбина. Благомир? Меня Альбина зовут. Санёк, долго не думая, впарил Альбине баночку заряженной воды из крана. Вода тибетских монахов нужна. И внушил Альбине, что он её сужен и ряжен. Благомир мне написал Сашу. Альбиша, как ни странно, совсем не выкупила развод Санька и на полном серьёзе начала присматриваться к Саньку и завоёвывать его сердце борщицом. Больше костная? Ксюша, которая была занята дружбой с Пашей, узнала о раскрытии и уезде Карины позже всех. Кто уехал? Карина? И поняла, что наломала дровишек в отношениях с Бодей. Хотела было извиниться, но Бодя, которого порядочно потрепала история с псевдобеременностью Карины и недоверием Ксюши, ушёл на работу. Надо одежду пофотографировать. Лечит работа. Когда у тебя много работы, у тебя нет мыслей никаких в голове лишних. Ах да, ребят, вчера дружба между Оксаной и Пашей закончилась. Скажем так, фикантненько. Да, наворотили так наворотили. Давайте уже начинать. Это Киев. Большой город большой любви. Влюбляются тут повсеместно и постоянно. И когда это случается, дальше дело за вами. Любить и быть счастливым, или, как бы это избито ни звучало, остаться друзьями. Сегодняшнее утро не исключение, ведь у Паши уже возник один нерешённый вопрос. Ксюш! Ты решил избежать, пока я сплю? Ох, тяжело-то как. Ксюш, не с той ноги проснулась, что ли? И зачем вообще так рано вставать? К слову, понятия не имею. Вставали, вскакивали или скатывались с кровати ребята, которые живут в квартире. Но то, что Бодя чувствует себя паршивенько, это факт. Бодя, а что такой долгий выход такой тяжёлый? Вчера было весело, а? У нас кофе есть? Есть. Мачо, помятый, вот одно название, честно. Бодя, ты видел? Наливаешь мне кофе? Да, да, наливаешь. Так что вчера было, расскажи. Мы вчера тусили в клубе. Бодя мне показывал ночной кик. И было очень здорово. Бодя, ты тогда удержишь, что тебе кофе надо, а не аспирин. Ди-ка, это нормально. Нормально. Да, Глеб. А Ксюха с вами была? Она ещё не ночевала дома? Ну, я звонила всю ночь, у неё телефон был выключен, и дома она не ночевала. Ничего так хэппи ранок, да, Бодь? Да мне всё равно. Ночевала, не ночевала. Послушай, Паша, ты меня прости, но вот это всё была ошибка. Угу, ошибка. И судя по довольному лицу Паши, приятная ошибка. Вот, мы с тобой договорились, что мы друзья. Вот, значит, мы друзья. Ну, если она со всеми так дружит, то я с ней дружить не буду, конечно. Давай сделаем вид, что этой ночи не было, хорошо? Да, хорошо, как скажешь. Всё хорошо. Угу. Я тогда пойду собираться, они на работу должны... Да, да, всё же, я... Там переодеться, и всё. Спасибо за то, чего не было. Паш, мы договорились? Какая ошибка. Я давно всё решил, и для меня это точно не ошибка. Вот-вот, Ксюш, и у меня нет слов. Одни эмоции. А вообще какое-то немного странное и непонятное утро. Ладно, есть варик, что я себя накручиваю. Давайте вернёмся в квартиру к ребятам, может, хоть у них всё наоболь. Сколько времени? 9.30. Уже надо на работу у меня. Так, а что, кого ты хоть снимаешь? Я же тебя блудила. Это Аторвальда солиста. Кого? Мама. Аторвальда? Будь, ты серьёзно? Серьёзно. Настоящего? Нет игрушечного. Пожалуйста, можно я с тобой, Буречка, пожалуйста, я буду вообще тихо. Да одевайся, одевайся, давай, за 10 минут. Всё, ладно. Ребят, нехило тогда. Кто не в теме, именно Аторвальд забезали наш улётнейший саундтрек. У кого ещё нет его в плейлисте, в Велком к нам на страничку. Зачётные ребята, но о них позже. Слышишь, а что Бодя так спокойно отреагировал, типа, на то, что Ксюхи не... Он вообще как-то холодно отреагировал. А если бы у тебя столько всяких муток произошло, как у него с Ксюшей, типа, беременна, с этой фениной, типа, блин, ни одни отношения такое не выдержит. Ну, мне кажется, если бы настоящая любовь, то она выдержит все, вот, все испытания. Ты со мной насчёт любви советуешься? Я именно гуру любви. Купидон. Купидон Александров. Большой город, в котором с собой взлой. И на останок нашего занятия, радостная новина, мы с вами едем на экскурсию у Камянець-Подільский. Блин, ну, мы сможем вместе поехать, и я, и девочки, и Илья, и... Ну, там же ж так круто, так романтично, это ж такой город, ну, блин, я очень жду многого от этой пьески. Прямо, ну, с полюбой. Привет. Ну что, ты слышишь, да? Всё, затусим, Камянець-Подольский? Да. Мы едем вместе. Круто, да? Вместе? В смысле? Ну, мы вместе. Ну, же, Тая, тебе сколько раз надо говорить, что между нами ничего уже не будет, понимаешь? Мне при всех сказать, что мы даже друзьями с тобой не останемся, да? Ты вздвинутая какая-то, ты просто помешалась реально, ты тупо неадекватная какая-то. Вообще, такое заряжать при всех... Ну, конечно, простите, но я ошибался. Илья не крыжовник, он настоящий баклажан. Тась, ты, главное, не парься. Всё, не смотри туда. Я просто думала, что всё хорошо, и всё, ну, как бы сложится. Я не знаю. Я не знаю. Ксюш. Привет. Привет. Что такое? Привет. Что такое? Ну, да всё нормально, ну... А что ты от меня... Ксюш, так, спокойно. Что от меня убегаешь? Всё нормально? Я не убегаю. Ксюша! Так, иди сюда, давай, садись. Давай, давай, давай. Что? Что случилось? Что такое? Нечего рассказывать. Что? Так, ты можешь на меня смотреть? Где ты вообще была? Я тебе звонила ночью. Ничего? Всё хорошо? Ксюш? Ну, если не считать одно пикантное дружеское событие, то всё нормик. Кусинка? Любима. Я была у Паши. У Паши? Подожди, и всё, типа, было, вот, да, то, что я думала? О, так это, получается, вы теперь вместе? Нет. Так, подожди. Окей. А Богдан? Что вчера было в клубе? В смысле? Как в смысле? Ты что, не помнишь? Ни чёрта? Нет, а что там было? Ну, ты целовался всю ночь с какой-то подругой. А, так это алкоголь целовался, а не я. Всё нормально. А с Оксаной что? С Оксаной? С Оксаной хочу поговорить. Потому что из-за отношений этих с Оксаной, с Кариной, из-за этих метаний, я вообще как марионетка. Пролностью про себя забыл. Потерял цель какую-то, реально. Вот я забыл то, что я хочу самореализоваться, достичь чего-то в этой жизни, понимаешь? А не от фотосессии к фотосессии выживать. Да? Да. Так вы что, расстаётесь? Ну, не знаю. Пока хочу поставить на паузу отношения. Потом посмотрим. А чё смотреть, как отношения удаляются от тебя? Ребят, когда речь идёт о жизни двоих людей, никаких пауз нет. Кстати, Ксюш, ты не прочь немного на паузе повисеть? Мы с Богдановым даже точку ещё не поставили, никакую. А я... Ничего страшного. Ты сильная. Всё встанет на свои места. Я так запуталась. Мамуська, я верю, баба. Моя хорошая. Моя хорошая, Сургина. Ничего, всё у нас будет, всё будет хорошо. Всё будет хорошо, хорошо? У тебя есть я. Даже если ты решишь убить человека. Хорошо? Всё, малышка. Для меня это было очень важно. Если бы она не зашла ко мне и не поддержала меня, я бы, наверное, сошла с ума. Мне нужно было это рассказать хотя бы кому-то. Народ, реально, девушкам в эмоциональном плане в сто раз тяжелее, чем парням. Обязательно нужно кому-то зливать душу. И не просто ради бла-бла-бла, а ради сочувствия и поддержки. Поэтому и кошек много заводят. Если подруг нет, одна просто не выдержит такого накала. А у пациков всё просто. Побазарил самим собой зеркалом, с кроссовками, попел зубной щёткой и всё. И животные у нас у парней какие-то весёлые. А всё потому, что мы меньше слёзы льём. Вот как Санёк с Сёмой. Что-то ты ненасыдный. Ты это видел? Твои ноги проклятые. Вроде не проклятый. Ну, блин, это мой бизнес и он очень прекрасно у меня получается. Знаете, все запугивания. Ну, не знаю. Вспомните чувака из Красного Дракона. Не успел Санёк к листовке развесить и к лентуру себе набить, а уже угрозой наезды. Саня, а под ноги смотри. Твою мать! Саня! Саня, что такое? Саня! Что случилось? Да я ногу так жёстко подвернул. Твою налево. Ты чё? Сань, пошли вниз. Подожди, подожди, подожди. Давай по боку, Саш. Сюда, Саня. На диван, давай, там удобнее. Садись, садись, садись. Блин, сейчас я, блин, подожди. Ого! Тьфу-тьфу, три раза. Может и совпадение, но чё-то у меня аж холодком по спине поело. Любина, блядь, неси мне ноутбук, слышишь? Несу, несу, Сашка, несу, несу, несу. Блин, я вообще не верю в эту билиберду, что сейчас вышло, типа, на нога болитацкий, типа, по*** них удалю аккаунт. В жопу это всё отдаю и греха подальше. Ребят, ну не знаю, я бы после таких приколов тоже бы всё удалил. Фух. Фух. Тожёванный крот, это уже даже не смешно. Ну, я надеюсь, что вся, всё это, вся херня, даже если это просто совпадение или есть доля, и какая-то вероятность, что это правда так вышло. Типа, всё, всё, я от этой темы ушёл. Ну, как сказать, тут другая тема ещё осталась. Фух, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, Шкину. Давно я как-то за мужчиной так не ухаживала. Вот когда отвечают на твою заботу вниманием, вот прям, мне как бальзам на душу. Ну, может, Благомир реально прав? Вот-вот, это то, о чём я вам и говорил. Красный дракон растворился, а влюблённый Альбион появился. Ну, шо, уже втюрилась? Всё нормально. Сашка. Господа, вот как бы и дружбе конец. Ладно, чё я сегодня только нагнетаю-нагнетаю. Вот, кстати, анекдотец в тему. Встретились как-то любовь и дружба. Любовь спросила, зачем на свете нужна ты, если есть я? Дружба ничего не ответила, ведь бензопилы не умеют говорить. Ну, ребят, если бы всё было так просто, то... Вот и в дружбе конец. Давай не начинай и не сыпь мне соль на рану свою. А в чём проблема, я не понимаю. Если это произошло, значит, это произошло не просто так. И в этих отношениях есть чувства. Ты что, правда не понимаешь? А Богдан? Да при чём здесь Богдан? Ну, вот как мне теперь его в глаза смотреть? Ну, слушай, ты правда не понимаешь, что ты уже с Пашей? Ну, кто ещё, подумай, будет терпеть твои качели? Ну, ей-богу, ну... Это парадокс какой-то. Ну, ты ведёшь себя так с Пашей, как Богдан ведёт себя с тобой. Не понимаю, почему всё так сложно. Народ, а вот и он. Женя Галич, он же оторвался. Фото на папе. Иди, что делать? Твоя девушка, сестра. Кстати, для тех, кто ещё сомневается, ехать в столицу или нет, знаете, на кого Жека учился? Дословно не помню, но точно на инженера каких-то там систем. Когда ещё учился, понял, что музыка – это его жизнь. Рискнул, переехал и сделал, как говорится, себя сам. Красавчик. И треки зачёт не пишет. Так, ну всё, Жень, было. Слушай, прикольно, что в ЧБМ мне на самом деле нравится. Приходите к нам сегодня на концерт. Хотим. Да? Хотим. Сколько вас человек? Я внесу вас в списки. Четыре. Отлично. Даже говорить ничего не надо. Четыре. И показывай здесь. На самом деле четыре человека. Тогда до вечера. Да, окей, да. До встречи. До встречи вас. Жизнь – жизнь просто сказка. Вот хочешь – на, мечты сбываются, блин. Концерт ещё сегодня вечером. Ну, блин, ну это просто. Я хочу наслаждаться жизнью по полной. Давай, иди домой, собирайся на концерт. Скажи Альбине с Сашей тоже, чтобы собирались. А ты что? Я сейчас в студии тут уберу и поеду к Оксане. Поговорить с ней. Надо же точку ставить вот там всё. Ну, давай. И это самое. Тогда мы тебя вечером ждём с ребятами, да? Хорошо. У клуба встречайся. Давай, давай. Давай, короче, быстрее. Думаю, что у нас ведёт тусовка. Думаю, что у нас ведёт тусовка. Думаю, что у нас ведёт тусовка. И пил, вратуя нас. Что значит «выключим»? Офигеть. Владомир не выходит пока на связь, но что мне делать? Буду действовать по его инструкциям. Заботиться о человеке, который рядом с тобой. А этому человеку, ой, как нужна сейчас моя забота. Ох, ребят, могу сказать одно. Альбишкина любовь, как пламя свечи. Если ты забудешь о ней, она спалит твой дом и всё, что ты любишь. Ммм, святая женщина. Как вкусненько. Всё, это есть. Обалденно. Вот так. Есть. Куда, куда. Ну, мне очень нравится заботиться о Саше. Правда. Но я надеюсь, что всё-таки я дозвонюсь к Благомиру и узнаю, что делать дальше. Ну, я к тебе подплюду. Санёк, как там говорят? Любишь кушать, люби альбишку на санках возить. А если честно, ребят, вот не знаю, но как-то гармонично эта парочка смотрится. Вот немного прям утифушечки. Скажи, классно, да? Походу, надо прекращать этот цирк Благомиру и как-то мягенько всё чётенько рассказать. Ксюш, тебя ожидают в зале. Привет. Привет. Оксана. Спасибо тебе за то, что ты единственный, наверное, человек, который меня выслушал, который мне помог. Но из-за всего этого я совершенно забил на свою карьеру. Я перестал работать. Я выбился полностью из колеи. Перестал зарабатывать деньги. И я считаю то, что вообще наши отношения зашли в тупик. И... Это всё? Нет, это не всё. Я хотел бы, чтобы мы временно поставили на паузу наши отношения. Вот скажи, вот ты себя слышишь сейчас? Мы что, дети? Послушай, мы либо вместе, либо нет. Ага. Всё. Вот как Санёк с Альбинкой. Ребята! Ребят! Что? Да вы сужрёте. У нас час на сборы. Быстро, быстро. А куда мы идём? Боди сегодня делал фотосессию солиста группы Оторвальд. Короче, мы все идём фотосессию. Подошёл, сделал нам плюсы на свой концерт. Круто! Классно! Ну давайте собираться! Круто! Алёна, святое дитя. У неё дар выручать. С матрасом выручила. Тут вообще, как стрела залетела, такая, фу-фу-фу. Альбина ветром снесло. У меня есть шанс отойти. Саня, нога! Саша, а нога твоя? Что нога? Ну, ты же... А как ты будешь тушить с ногой? Да нормально, смотри, работает. Нормальное тело, всё. Саня, может, я помочь подняться? Не, не надо мне помогать. Оксана, понимаешь, я не готов сейчас чётко тебе сказать, я хочу поставить точку или не хочу. Я хочу разобраться в себе. Я хочу понять. Понимаешь? Если он не может разобраться в себе, тогда, ну, тогда зачем мне не я? Я помогу тебе разобраться, Богдан. Всё, это конец. Мы расходимся. То есть это конец? Всё, конец. То есть ты стоишь точкой и всё? Да. Ты, ты занимайся вот своей работой, карьерой, а я буду строить себе жизнь. Я что-то хочу сказать, я не знаю. Просто я с одной стороны и ждала этого, а с другой стороны, просто столько времени потрачила. И столько всего было. Я очень ему верила, очень. И к нему я ехала. Ну да, конец. Конец так конец. Мне вот интересно, Бодь, ты когда шёл со своей идеей фикс о паузе, это хотел услышать? Нет, я явно не это хотел услышать. И явно не то, что Оксана меня бросает, и всё, наших отношений больше нет. Просто она, мне кажется, совсем не поняла, что я ей хотел сказать. Потому что я хотел просто разобраться, чтобы она подумала, и я подумала, что мы можем дальше делать вдвоём. Ну-ну, и что теперь делать? Подожду, пока Оксана перебесится, соберётся с мыслями, подумает вообще, что она сказала мне сейчас. И вечером уже постараюсь ей в спокойной форме донести то, что я хотел сказать. Всё, что исчезло вдруг вокруг, Только звук упавших век, Верю стул, снег разбей. Да-да-да, Моя стрела. Ну, наконец. Ну, боже, как давно это было. Я соскучился по тебе. Опача, а вот это интересно. Прикиньте, какая-то очередная бывшая завалится, а тут Яна. Может, он идёт? Таечек. Да иду! Ну, запарили. Привет, Вить. Мы к вам в гости. Привет. Мы тут, в общем, мимо проезжали и как-то решили заскочить. Привет. Какого вообще здесь? Ну как? Ну, во-первых, мы с тобой говорили по телефону. Привет, Яночка. Говорили по телефону, и я решила, раз мы мимо проезжаем, только я заеду, посмотрю, как тут Таечка живёт, как у вас тут всё. Ну и более того, нужно аж как-то отпраздновать наше примирение. В общем, это вам шампанское, тортик. Яночка, познакомься. Привет, дорогая. Это мой жених Пётр. Я. Это Яна. Девушка Виктора, насколько я понимаю. Правильно, да? В общем, видите, ну, смотри. Мне кажется, это вообще очень логично. Мы же теперь дружим с семьями, да? Пойдёмте на кухню. Сочи. Это фантастика вообще. Пётр, заходи. Здравствуйте. Меня Яна зовут. Пётр. Очень приятно. Давайте дружить с семьями. Зашибись отношения. Давайте их соберём подряд. Подожди, Макисыч, никто с них там не дружит. Кому она нафиг нужна? Ну, блин, она же реально, она же мама Таи. Я же не могу её выгнать, правильно? Да что же? Она мамой Таи была, она мамой Таи и останется. А сейчас почему-то мы её не можем выгнать, а она не церемонилась. По-моему, когда тебя за дверь выставляла. Сейчас мы будем чинить заедем. Тихо, ну не кричи, всё, сейчас не без этой свалины. Очень здорово. Зашибись. Всю жизнь мечтала с бывшей дружиной. Тихо, ты скажи. Ксюш, ну что ты делаешь? Ну остановись. Богдан приходил. И? Мы расстались. Ну, этого стоило ожидать. Так происходит, когда люди друг другу морочат голову. Ну, конечно, если вы от этого не получаете оба удовольствия. Лили, какое удовольствие? Уже давно нет. Так, а теперь спокойно. Положи, муж. Не пользуйся. Чего ты хочешь? Прямо сейчас скажи мне. В этот момент. Чего ты хочешь? Сейчас? Да. Сейчас я хочу позвонить. Ну так, звони. Бери телефон, бегом в подсобку и звони. Ну, наконец-то все становится на свои места. Паша, Ксюша, Богдан гуляет. Паша, снова Ксюша. Знаете, думаю, может платье купить. Вдруг свадьба, а я не в форме. Алло, Паша, привет. Да, Ксюша. А скажи, что ты сегодня вечером делаешь? Народ, у меня сейчас просто взорвется мозг. Реально, как в истории, чего хочет женщина. Ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала. Ксюша, какая разница? По-моему, ты утром все мне дала четко понять. Что мы, ну, расставили все точки над «и». Ну, и хотелось бы поговорить. О чем говорить, Оксана? Ты не хочешь? Ты утром сбежал от меня, просто сбежал. Ну, об этом можно и поговорить. Оксана, я не вижу смысла об этом говорить, серьезно. И я сейчас занят. И я не один. То есть не один. Ты что, с девушкой на очередном свидании, да? Ну, ты скажи, если что, там я не буду тебе звенить. Давай попозже. Созвонимся и решим, хорошо? Пока, Пас. Пока, Оксана. Это жизнь. Думаю, все согласны, чей-то факап. Пусть понервничает, пусть поволнуется, пусть чаще думает обо мне. Алло, добрый день. Да, конечно. А можно на сегодня часиков на 9, столик на двоих? Да, конечно, на 9 часов. Да, на 9. Хорошо, забронировали вам столик на 9. Да, хорошо, спасибо. Забронировал столик в ресторане для нас, Оксана, и тут же и написал, сказал об этом. Потому что, да, Оксана, она разнервничается, разволнуется, будет, ну, вообще, еще не явится на встречу. Красавчик. Вот честное слово. Иногда у девушек нереально много лишних и ненужных эмоций и движений. Это немного жестоко, но надо иногда спускать их на землю. Но при этом не переставать любить. Опаньки, даже не заметил, как стемнело. Ну, ребятки, хорошо повисеть. Ребята, концерт полчаса назад начался. Ребята, первое ясно, а второе все вопросы вот именно к этому. Я уже истала. Они никогда вовремя не начинаются, концерт, все нормально, мне надо было собраться. Ну, Альбина, сегодня вовремя началось. Ты не понимаешь, я давно хочу. Нет, серьезно, вам хочешь приятное сделать, сам стоишь. Приятное, все, он, ты накрывай, не покажешь. Сейчас, сейчас, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Давай, давай, давай. Спасибо, ребят. Давай же быстрее. О, тараканы уже на полную ревнуют. Помните о свече? Вот она в деле. Саш, Саш, аккуратно, у тебя нога, аккуратно. Блин, мне неприятно, я уже и так к нему, и так, и улыбнусь. А он никак внимания не обращает, ну, мне уже аж обидно. А то. Это Альбиш чувство собственности. Но, мадам, тут надо понимать, что Санька не переделать, ведь в его жилах течет кураж. И че-то мне сдается, что он упал на мороз. Я, если честно, я от Альбинки не ожидал, что это так куда-то далеко поплывет, зайдет. Блин, я закрутил, завертел, а не знаю, как тебе разгребсти. Альбина, мы пришли отдыхать. Давай отдыхать. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Это, конечно, все хорошо, но тут главное сильно не загоняться. Кстати, как по мне, визит Маруси к Вите в какой-то степени тоже вызван чувством ревности. Ну что, ребята, у меня родился торт. Давайте выпьем за дружбу семьями. Не чокаюсь. Ну да, я тоже не буду встать. Витя, ты что, зашелся? Я не пью. Трезвенек. Слушай, Яночка, ну торт это не еда. Может, у тебя что-то есть перекусить? А то я такая голодная. О, началось. Это уже какой-то семейный прием «попусти хозяйку». Помните, как Тася устроила Яне подставу с Хасом, да? Пусть, 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 пусть. Папа, 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 не держь. Витя, я правда не знаю, как он кормит. Ну, правда тебе говорю. Крутяк, да? Ну, Яна, жги. Русенька, на ночь вредно есть много. И у меня для тебя ничего нет. Подожди, ну сейчас Тася со школы придет. Ты что, ребенка не кормишь? Нет, ребенка твоего я кормлю абсолютно всем свежим. Угу. За это можешь не переживать. А Виктора как же? Ты еще и за Витю переживаешь. А за Витю переживать тем более не надо, потому что я его еще и другими вещами кормлю. Он всегда сытый. Я Витю кормлю другим. Чем другим? Ну, это мужик здоровый, блин, спортом занимается. Его едой надо кормить нормальной. Готовить ему мясо, он любит. Что вот это за понты вот эти? Я Витю кормлю другим. Слушай, я смотрю, ты как-то не обжила. Здесь совсем ни вещей, ни уюта. А ты повази по шкафчикам. Наверное, это в твоем духе. Ну, зачем? Я и так все вижу. Пап, серьезно, ну, блин. Я не знаю, как еще можно тебе объяснять, что ты просто не лез в мою жизнь. Ну, просто. Мама, ты что тут делаешь? Что случилось? Папа очень любезно подошел к Илье и сказал ему, что если он еще раз ко мне приблизится, хотя бы на шаг, то он просто возьмет и оторвет ему яйца. Представляешь? Виктор. Именно такими фразами. Пап, ну ты в своем уме вообще он мне нравится. Ты не понимаешь? Я теперь вообще не могу ему в глаза смотреть. Он меня обозорил просто. Зайка, успокойся, пожалуйста. Виктор, слушай, ну только все наладилось. Ну сколько можно, а? Маша, ну я переживаю за нее. За нее шиваются какие-то там... Он ее же должен как-то отреагировать. Ну, елки-палки. Он опять перешел на ор, на скандалы, на крик. Опять испортил ее отношения с мальчиком. Ему ничего доверить нельзя. Тасечка, собирайся. Поехали домой и разберемся. Хорошо? Да. Маша, ну дай мне возможность хоть раз побыть нормальным отцом. Ты знаешь, Витя, у тебя было столько возможностей побыть нормальным отцом, и ты ни одну из них не использовал. Даже если, может, где-то я и набокопорил, даже если я где-то что-то сделал и неправильно, но это было с лучших побуждений. Маш, ну скажи, ну куда вы? А ты, кстати, не радуйся. Я всегда и тебе рада, дорогая. Пока. Маш. Пока, Майрус. Пока. Лечу кометой, где-то светит моя звезда, мы будем вместе. Пожалуйста, ваша флографа. Спасибо. Пожалуйста, корень, Менка. Спасибо. Даже не знаю, как это кушать. Ну, я, если честно, не знаю, чего ожидать, потому что, ну, Паша только после свидания какого-то непонятного. И я не знаю, или у нас свидание, или у нас дружеский вечер. Когда твое свидание прошло сегодня? Ты всех девушек водишь в ресторан, а потом говоришь, что вы друзья? Ксюша, ты серьезно сейчас? Серьезно надо обо мне такого мнения? Ну, я спросила. Ксюша, вообще я привел тебя сюда для того, чтобы ты... Для того, чтобы ты определилась. Ты будешь со мной или нет? Понимаешь? Я очень ее люблю, и я знаю, что я хочу быть с ней. И поэтому я долго ждал этого вечера. Я давно ее хотел привезти сюда и напрямую задать вопрос. Пойдем чай попьем? Подожди, я не до чая мне сейчас. В кое-вике, блин, у меня была возможность реально побыть нормальным отцом, и нифига у меня не получилось. Ну, не знаю, надо... Буду завтра звонить, буду извиняться, я не знаю как. Буду... Не знаю, что делать. Вися, когда ты начнешь думать о своей жизни, о нашей жизни, скажи, пожалуйста, у нас с тобой секс, ты помнишь вообще, когда я был? Блин, я, ну, ты пойми меня, ну, это моя дочь, ну, я же не могу просто так... Я всегда готова тебя понять, ну, пойми и ты меня. Я забочусь о Тае. Она, в конце концов, ты прекрасно видишь, что она меня терпеть не может. Она строит мне всякие козни, она постоянно меня подкалывает. Когда и кто меня поймет? Скажи, пожалуйста, как нелюбимый мужчина. Ты знаешь, у меня сейчас огромное желание дать тебе время подумать, чтобы ты разобрался, кто и что тебе важно и дорого. Вот когда ты примешь это решение, тогда, возможно, я подумаю, приду я обратно или нет. Ну, пожалуйста, ну, хоть ты, ну, 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 что такое? Я... Не, больше моих нету. Ну, подожди, Я... Все, Витя, думай! Я... Еще одни отношения поставлены на паузу. Я не знаю, как я могу выбирать между Яной и Таей. Яна, да, это девушка, которую я люблю, которая мне действительно нравится, которая меня действительно делает мужиком. А Тая – это моя дочь, с которой наконец-то у меня началось что-то вот получаться. И на тебе. И теперь я должен выбирать или так, или так. Бред! Как здесь можно выбирать? Я не понимаю. Я хочу, чтобы ты определилась. Со мной ты или нет. С тобой. Ты уверен? Со мной? Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Давай за нас. С тебя, Ксич. За нас. За нас. Если честно, наверное, нужно было очень много пережить, чтобы понять, что вот Паша – это мой мужчина. Вот я убедилась в том, что только с ним, вот только с ним я хочу быть. Все. Давай поехать ко мне. О-ля-ля! В романтике намечается. Давай лучше ко мне, чтобы ближе на работу было. Хорошо? К тебе. Давай к тебе. Ну, я понимаю, что вот сейчас я счастлива. Ну, я понимаю, что вот сейчас я счастлива. Саша, Саша! Саша! Вот! Санек, поставь на место. Пожалуйста, альбина, уже западет сильнее. Саша, Саша! Саша! Аккуратно, Саша! Давай руку! Давай руку! Взыви меня, Саша! Саша, не пускай! Вот, все, спасибо! Давай, давай, пока! Пока! Не понял. А это что за штрих притасовался к ребятам? Жив? Жив? Ха-ха-ха-ха! Блин, а концерт реально крутой будет! Еще бы так, еще хочу! Бодя! Ну, вообще... Саша, стой! Просто стой, Сань! Привет! Это Артур и... Так, Артур. Где-то я его уже видел. Где-где-где? А, вот, в группе у нас прочитал. Кто не знает, это Артур Лагай. Он принимал участие в «Х-факторе». Ну, познакомься. Привет, Артур! Это мой брат. Артур, можно я еще погулять? Пожалуйста. Ты уверен, что тебе это надо? Ну, да. Давай, мы же домой поехали? Ну, нет, я чуть-чуть погуляю, ну, пожалуйста. Я иду. Ладно, давай. Саша, тихо. Спасибо! Такой красавчик просто обратил на меня в любое. Ну, в принципе, я тоже такая, ничего себе. Но... Разобматывай. И мы сейчас, короче, идем гулять, но я не знаю, что будет. Блин, ну, короче, он очень симпатичный. Прикольно. Все, ребята, пока! Давай, пока, все. Идем гулять! Саша! Что? Короче, погнали домой. Я домой пел! Блин! Остается! Сань, поехали домой. Саша, поехали. О, губошенький. А Санек, конечно, ушатался на славу. Дум гулять! Короче, Альбин, я с ним. Я не бежу, я за Сашей присмотрю. Хорошо? Со мной! Да, я с тобой. Ай, ты настоящая! Ты моя лучшая, лучшая, лучшая подружечка! Как же хорошо, когда у тебя есть друзья, которые могут помочь и поддержать даже в такие минуты. И как плохо, когда дружба разбивается от неоправданных и невзаимных чувств. Ведь спутать любовь и дружбу легче всего, и мы часто на это попадаемся. Малыш, ну не плачь. Ну что ты? Да ничего не будет, ну перестань, ну чего ты так переживаешь? Да ну решай, мы что-то договоримся с этим, не переживай. Мы хотим быть другом для своих детей, но не понимаем, что им как раз не хватает родителей. Мы сталкиваемся с неразрешимым, как нам кажется, выбором и сразу же впадаем в отчаяние. Но в жизни почти нет ничего однозначного, и чтобы принять решение, придется что-то потерять. Так постоянно. Всегда есть немного правды, за каждым я шучу. Немного эмоций, за каждым мне без разницы. И немного боли за каждым. Все хорошо. И дружба эта, и любовь решать только нам. Я вам не мешаю? Не, мы уже выходим. Выходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...